Вытворчий туризм, як один з цикавых знакерунков летнего отпочинку, корастается попытам у могилевских студентов и школьников. На этот раз экскурсию организовала ААТ могилевским волокном. Вахованцы из подшипного лагеря сосны ознайомлялись с историей и сегодняшним житем химичного гиганта. Як означали сами дети, экскурсия выдалась несподзеванной. На могилевском волокном ждут гостей, хай и невысокопоставленные особы, однако. Дети лагеря сосны завитали на предприемство. Вещество называется полиэтилен терифталат. Мета их визиту – экскурсия на предприемство. Так званый вытворчий туризм набирая обороты. За все дотекава внутрь поглядеть, як это зроблено. Школьники, ну вот такого возраста, ну это было первый раз. Почему согласились? Ну как бы для того, чтобы пропагандировать наше могилевке молокно. Дети наших родителей увидели, где работают родители, увидели даже некоторые свои рисунки, которые участвуют в конкурсе. То есть это здорово. Это здорово, это в первую очередь на благо предприятия. После музея могилевским волокном объезд территории заводов. И самое текавое, конечно, у цехах. Правда, не всюду пускают. Детям довелось поназирать за процессом выработка пресс-форм для будущих бутылек. Про то, что экскурсия текавая, свечили и неспынные фото с дымки на телефон. Все так масштабно. Ну, не думала о том, что все, такая большая площадь. Мне очень понравилось само предприятие. Большое, очень интересная экскурсия. Мы не знали, как изготавливаются эти бутылочки. И вообще, да, из которых потом раздувают и делают бутылки с фото. Завод именно к чему? Могилевский молокно. Мы очень много узнали именно о самой расшифровке названия. После экскурсии на Могилевский молокно, эти дети не только уявляют, а и ведают про головное предприемство города. И теперь докладно представляют, где и как працуют их батьки. Снежана Крежевич, Катерина Городницкая, Виталь Вопсио. Новины. Регион.